Можно возвращаться лицом сюда? Окей, отлично. Скажи, пожалуйста, что ты узнал о своем соседе? Кто он такой и что он делает на сцене? Ни хрена! Мне не нравится показывать свое творчество на сцене, но она делает на сцену ради денег. Хорошо. А кто она такая? На сцене. Хорошо, отлично. Окей, а ты что узнал о своей соседке? Потому что она девушка. Она прямо так и сказала, да? Нет, ну... Не-не, говори только то, что она сказала, не перевирай. Хорошо, ее зовут Лиза, живет в Владивостоке, короче, полтора года. Погоди, погоди. Вот это она тебе сказала на вопрос, кто я такая на сцене и что я там делаю? Нет, в смысле, она еще много чего говорила, но... А вот именно ответ на вопрос, кто она такая на сцене и что она там делает? Ты узнал ответ на этот вопрос? Не дошло. Так, так, так... Ладно, спасибо. А что узнал ты? Я узнал что? Погромче, погромче, спасибо. Меня зовут Аня, и она получает удовольствие от того, что находится на сцене и делится своим творчеством со зрителями. Хорошо. И когда зрителю это нравится, ей это вот... А кто она на сцене? А вот это вот мы не обговорили. Не обговорили, хорошо. А ты что узнала? Ты будешь веками. Да. Все правильно, давай. Класс, отлично. Супер. Как ощущения от выполнения задания? Ясности прибавилось? Нет. Нет. Кого-то, да, у всех свой результат, это круто. Услышали варианты ответа, все поржали, да? Над одним и над другим, но на самом деле ничего смешного. Потому что вот эти вопросы вам самим нужно задавать, потому что каждый раз выходя на сцену, вы на них же отвечаете. Ребята, а можно попросить вас здесь поближе? Всех выгоняю, а? Нет, мне так нравится это на самом деле. Все там пристраивались. Вот то, что сейчас происходит, что это такое? Давайте поговорим об этом. Перформа. Давайте поговорим об общении со зрителем и о способах манипуляции зрительским вниманием. Вот я сейчас проманипулировала вот этими двумя людьми. Только что на ваших глазах, а до этого еще каким-то количеством. Более того, я прямо сейчас манипулирую всеми вами. Потому что вы сидите и слушаете, никуда не уходите, ну кроме нее. Нам никуда больше идти. Вот. Я манипулирую вашим сознанием. Каждый раз, когда вы находитесь на сцене, осознаете вы это или нет, вы манипулируете сознанием людей, которые на вас смотрят. И лучше бы вы это осознавали. Потому что, если вы это не осознаете, вы и манипулируете как попало, и людей это расстраивает. Типа, я такой доверился, денег заплатил, а мной, значит, играют как попало. Ну так, то сяк. Более того, смотрите, помните, когда начался вот этот мастер-класс, мы все пришли сюда и покричали всякие штуки, чтобы побольше народу собралось, да? Что это было? Это была тоже манипуляция. Люди обычно прикладывают к этому слову какое-то негативное значение. На самом деле зря. Манипуляция бывает негативная и позитивная. Манипуляция бывает, скажем так, честная, да, и бывает не очень честная. Вот когда я сейчас поманипулировала вами, все было по-честному. Я попросила вас, вы согласились это сделать и сделали. Отлично. Бывают не очень честные манипуляции. Уличные артисты в Европе, например, в Англии в основном используют такой способ, что они приседают людям на уши в микрофон, и начинают жужжать, и 45 минут жужжат, и жужжат, и используют всякий транс. И потом заставляют их класть бабки в шляпку. Вот так. Ну, вы, ну не знаю, насколько вы сталкиваетесь с этим. У кого есть опыт уличных выступлений? У кого есть опыт уличного шоу, а не демонстрации? Та-дам. Та-дам. Е, круто. Отлично. И вот смотрите, вот эта позитивная манипуляция очень простая. Сказать людям что-нибудь сделать, они взяли и сделали. Я сегодня много раз это буду делать на сцене, типа аплодисменты. Все начали хлопать. Ну понятно, все привыкли. Люди знают, что делать. Иногда, когда вы выступаете, люди не знают, что делать. Приезжаете вы на свадьбу, гости уже все в говно. И они не понимают, что с вами делать, как с артистами на сцене. И их нужно учить. В нашу задачу как артистов на сцене входит еще и обучение зрителей тому, как нужно реагировать на то, что мы хотим. Ну самое простое, вот большинство из нас все-таки визуалы, скажем так, артисты визуального жанра. И мы не разговариваем с зрителями. Ну может быть кто-то разговаривает? Кто разговаривает со зрителями? Кто говорит им, что надо делать? В глубине души. Отлично, супер. Ну то есть типа, здравствуйте, меня зовут вот так. Ну там приседите, встаньте, смотрите, не смотрите, что-нибудь делайте. Вот плюс тех, кто разговаривает, заключается в том, что их реально гораздо проще понять. То есть те, кто показывает, им нужно использовать язык своего тела. Грубо говоря, когда вы выступаете на сцене с реквизитом, с огнем, что вы делаете? Если по-честному, особенно если вы демонстрируете. Даже если вы думаете, что вы делаете шоу. Вы делаете гоу-гоу. Включается музыка. И вы начинаете ее иллюстрировать, да? Попадать в такты там, ну или не попадать. И вот как-то вот там музыка меняется, вы что-то другое берете, да? Это картинка, визуальная картинка, которая предстает перед зрителем вот в таком вот прямоугольничке сцены. Вот. И как манипулировать вниманием зрителя, когда мы не разговариваем. Самое простое, что мы можем сделать, мы можем сделать так вот. То есть как бы это. Я вас не слышу, да? Видите, да? Вот вы сейчас заснули, зрители тоже очень часто спят. Зрители, честно говоря, начинают засыпать через каждые 30 секунд, если ничего не происходит. Что это значит? Ничего не происходит. Как и у всего остального на свете, у шоу есть ритм. Некий ритм. У музыки есть ритм, и у нашего шоу тоже есть ритм. Он может быть медленный, быстрый, может быть там динамичный, может быть боманный, меняться. Неважно. Так вот, если ритм остается тем же самым, больше чем 30 секунд, особенно если это фаер-шоу. Что такое фаер-шоу? Это вот кружущиеся огонечки. Вот они кружатся и кружатся, и люди на них смотрят и смотрят. Да, это хорошо, если это не супер-едкий неон, да? Если это едкие неоновые огонечки, то у людей начинают слетиться глаза. А у кого-то приступы эпилепсии случаются. Давай-давай, иди работай. Класс. Смотрите, вы отдыхаете, а не работают. Окей. И смотрите, если 30 секунд ничего не происходит, зрители засыпают. Что такое? Что-то происходит. Это некое событие в виде вашего шоу. Это некий ивент. Например, вышел чувак, подкинул свой даблстав и там такой, вау, сразу много огня. И все такие, вау, нифига себе, много огня. Событие. Или, например, девушка выходит, крутит веера, потом пасхой является, какой-то парень подкинует ее в воздухе и ловит ее снова. И ушел. Событие произошло. Произошло что-то другое. Люди этого не ожидали, и они начинают смотреть еще внимательнее, потому что сейчас что-то произойдет. Вот сейчас будет перцу. Только не, пожалуйста, не воспринимайте то, что я сейчас говорю персонально и лично. Это не обвинение вам, более того. Попробуйте воспринять это с благодарностью, потому что вам, возможно, больше никто этого не скажет. Я сейчас хочу поговорить про коллектив, кажется, фаэтон, который в русских народных костюмах вчера был. Так не прячьте, смотрите мне в глаза. Очки снимите. Девчонки, вы очень классно крутите. Все супер. Но, если честно, мало что происходит. Поняли, да? Вот если время от времени пацан будет выходить и сделать это, вау, поймал, поставил еще. Вот у вас был там пацан, который вот так вот прыгал ногами, это было круто. Это было то, что надо. Такое, вы только подумайте, должно происходить каждые 30 секунд. Если этого не происходит, если вы в течение трех минут крутите веера, сейчас будет вообще открытие самой большой тайны. Внимание. Люди не понимают, что такое техника. Им насрать на технику. Будь такого не может. Им все равно, насколько хорошо вы умеете владеть своим реквизитом. И все равно, насколько сложные трюки вы выполняете. Никто не отличит трехбитку от пяти, восьми, десяти, двенадцати битки. Никто, кроме вас. Вот вы смотрите свои выступления. Вчера, там, позавчера смотрели такие. Я слушаю потом, что люди говорят после выступления, да, обсуждают. Вот этот элемент он, значит, там вот сделал, а вот этот элемент он сделал. Вот эти, которые сегодня придут, вообще пофигу, они не понимают ничего в этом. Куда смотрят люди, когда вы выступаете? Еще варианты? На человека. На огонь. На все. На эфект. На сюжет. Телефон. Лаура. Глаза. Люди смотрят в глаза. Когда выходит вот этот человек самый первый раз на сцену, неважно, положить реквизит или еще что-то, и люди пытаются понять, кто он такой. Они смотрят ему в глаза. Вот отсюда поступает информация о том, кто мы такие. Зеркало души. Люди пытаются посмотреть вам в душу. Реквизит? Реквизит? Пофигу на реквизит. Ну, только не знаю. Самые идиотские, самые низкие уровни, ну, самое быдло пытается посмотреть на что-то, ну, даже и быдло. Все равно чувствует все, а? Все понимает. И вот люди смотрят вам в глаза, и если они в глазах у вас видят, сейчас будет вот этот элемент, потом будет вот этот элемент, а если еще и на лице написано все? Вау! Такой месседж! Вот вы думаете, что... Кто думает, что он выходит какой-то месседж сказать на сцене, Иногда месседж бывает вот такой. Или, так, сейчас еще две минуты, потом я беру гонорар и ухожу. Вот это, да? Такое тоже бывает. Или, например, мне очень страшно. Господи, скорее бы это все закончилось. Такое тоже бывает. Или, а что там сейчас дальше будет? Поймите, да? Вот это все вот здесь вот. Поэтому, когда я упоминала навыки, которыми мы владеем, да? Реквизи, там, актерское мастерство и все остальное, мимика, вот эта вот штучка, это тоже, это навык, это владение навыком. Все уже, наверное, понимают, важность владения лицом во время выступления. Но, может быть, не все понимают, насколько это важно. Вот одно из событий, которые вы можете использовать для того, чтобы разбудить своих зрителей, вы можете использовать свое лицо для того, чтобы показывать некие эмоции. Вчера было достаточно много коллективов, которые хотели рассказать какую-то историю на сцене. Ну, там, значит, там были эти 60-е или там 70-е, не знаю, какие, в общем, Элвис Пресли был, я там точно помню, и товарищи уборщицы. Да? Товарищи ЦАЗ. Да, ребята из Сибири, были последние коллективы. Извините, я вообще не запоминаю, как его зовут, это вот вы сегодня проверите, как я буду всех объявлять. Кто-то еще был. А, матросы. Матросы были классные, да? То есть, они показывали какие-то эмоции. Помните грузчика? Где грузчик? Грузчик. Грузчик. Ну, вообще, там была такая гамма эмоций, помните? Дала, не дала. Дала, не дала. Да ебану. Не дала. И вот это, и вот это то, что заставляло нас переживать, вовлекаться в происходящее. Даст или не даст? Даст или не даст? Дала-то в итоге? Не скажу. Осталось все третье. Смотрите. Смотрите вторую серию, наступящий год. Может, она вот такая выйдет? Да. Кстати, классная идея. И вот смотрите. А прикиньте, во время выступления, ты, значит, такой ты, да я, а она в конце какой-то такая с пузом? Не за тобой. А ты от нее. Вообще круто. То есть, видите, какие-то события должны происходить каждые 30 секунд. Что будет происходить, это совершенно не важно. Но ритм должен сломаться. И эмоции должны как-то измениться. Что-то должно произойти, чтобы люди не засыпали. Потому что, если ничего не будет происходить, минуту, две, три люди будут спать. Вчера были такие выступления, когда люди спали. Даже несмотря на то, что вам ужасно интересна техника, и как то, что выполнил, все равно на некоторых артистах люди прямо ну так спали, что вообще. Скажите, вы когда-нибудь смотрите, вот вы выступаете часто, ну вы там бываете не одни, бывает несколько артистов, и вот вы смотрите выступление другого артиста, а куда вы смотрите обычно? На всю картику в целом, как это все вести. На его лично. 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 Телефон. Телефон. Отличный выбор. Что ходишь тогда? Смотрите, очень хорошее место, куда можно смотреть для того, чтобы приобрести опыт для себя на будущее, это зрители. Если вы просто будете смотреть на зрителей во время выступления другого артиста, вам очень многое станет понятно. Вот сегодня. Попробуйте посмотреть на зрителей. Выходят разные ребята, разные артисты. Я понимаю, что очень интересно посмотреть, какие там элементы будут и вообще. Фигня все это. Вы все крутите уже достаточно, чтобы каждый делать самостоятельно свое личное шоу. И попробуйте посмотреть. Вот объявляют артиста. Вот там как-то его объявили. Я там сегодня буду такие рулады разводить. Да? И этот значит такой сякой. Этот вот такой сякой, да? И вот зрители, они это все слушают и дальше не смотрят на сцену. И вот он выходит. Что происходит? Вы можете посмотреть на его выступление с точки зрения вступления основной части и заключения. Вы можете посмотреть на его выступление с точки зрения использования не реквизита, потому что, если честно, вот для вас в смысле взросления как артистов это самое последнее, что вас должно интересовать. Вы там уже все знаете. Смотрите с точки зрения использования его всех навыков, языка его тела, как он двигается, как он манипулирует лицом, что он говорит своими глазами. Чувствуете, как напряжение нарастает перед сегодняшним вечером. Кому сегодня выступать, тому будет прямо и на завтра, надеюсь, еще останется перца. Да? И вы можете посмотреть на зрителей, что происходит со зрителями. Вообще молодцы те, кто умудряются добиться аплодисментов от зрителей во время своего шоу. Это показатель того, что действительно что-то происходит. Аплодисменты от зрителей – это еще одно событие, которое заставляет людей проснуться. И вы можете использовать такие всякие манипулятивные приемы, типа вот этого, да? Но было бы неплохо, если бы зрители сами захотели вам хлопать. И смотрите, для того, чтобы зрители могли вам похлопать, когда вы выступаете, очень важно дать им возможность это сделать. И у фарщиков с этим большие проблемы. Почему? Потому что реквизит горит, его, блин, надо крутить. Ну, может быть, там, я не знаю, смена реквизита, можно его положить, там, это как-то… У цирковых вот это, помните, да? Сделал трюк, все ему хлопают. Раз, опять, что-то сделал, опять. Все опять хлопают. Ну, вот у цирковых это вот какое-то насилие, да? Это вот дойка происходит, да? У зрителей на аплодисменты. И поэтому это уже как-то вот так, да? Нужно найти такой баланс, чтобы зрители вам аплодировали, и тем не менее вы не заставляли их слишком сильно это делать. Как позволить зрителям это сделать? Ну, например, у вас есть супер-классный трюк. Вот это мне с паями нравится, когда они так что-то делают, кипойки вот так вот делают, и они такие стоят здесь, вот так, ааа, поближе, потом подальше, потом поближе, подальше. Весело вообще, круто! Сложный трюк, наверное. Сложный? Да. Нет. Ну, нет, да, неважно. Для зрителей вообще невозможно. Итак, смотрите. Как, грубо говоря, продать этот трюк так, чтобы это стало событием, и это привлекло внимание людей? Надо сначала поделать что-то очень простенькое, но с серьезной рожей. Типа, я готовлюсь. Сейчас что-то будет, чуваки. Ну, например, покрутил. Да, потом такой... Собрался такой... Ах! И лицо такое... О боже, огонь! Так горячо опасно! Да? Вот это все происходит, драма, драма на лице происходит. И все такие... Вау! Какой молодец! А потом он такой... Раз! Такой поближе! Все такие... О боже, сейчас волосики запалятся на груди! А потом раз, так... А вот так вот! И они такие... Боже, на потылке сейчас запалятся... В общем, начинают народ переживать. И после того... И вот часто люди начинают хлопать, знаете, да, начинают хлопать. Или, если они начали хлопать, можно сделать так вот. И они хлопают. Понимаете? Для того, чтобы люди начали хлопать, им нужно дать для этого паузу. Хотя бы 3-4 секунды. Потому что если паузы нет, и вы продолжаете фигачить, они не успевают похлопать. Они хотят похлопать, но, блин, вы фигачите, им надо дальше смотреть, и все уже, аплодисменты уже куда-то пропали, да? Поэтому подумайте, где в вашем выступлении может быть пауза, чтобы вы могли остановиться и про себя медленно с расстановкой сосчитать. Раз, два, три, четыре. Оглядывая аудиторию, и так вот, ну-ка, хлопаете. И потом они похлопали, а вы... Если они не начали хлопать, значит, эпик фейл. Что-то было не так. Значит, надо подумать, как это так, чтобы они хлопали. Или вы во Франции. Если бы вы во Франции, типа того. В Владивостоке такого точно не будет. Я уверена, что у вас тут публика просто сутливает. И вот, смотрите. Окей, мы с вами поговорили обо всем, о том, об этом, о пятом, десятом, по верхам. И сейчас мне хочется поговорить с вами об уличных выступлениях. Я понимаю, что большинство из вас, скорее всего, не выступает на улицах и, наверное, не будет. Но все-таки... Мне вот интересно, в Владивостоке есть вообще где выступать? Есть места, да? И там прям выходите, и бабки там собираются, да? Круто. Кто это делает? Леру. Что, больше никто на улицах не выступает? Леру ушел. Леру бежал. Ты выступаешь на улицах? Хабаровский. Да, Хабаровский. Есть там, где выступать по Хабаровскому? Супер. Окей, смотрите. Давайте вот сейчас буквально пару слов про уличные выступления. Сначала скажите, сколько времени? 20 минут четвертого. 10 минут как раз про уличные выступления. Это совсем другая история. Во-первых, потому что это бесплатно. Вам никто не заплатил, люди не заплатили. Люди просто ходят по своим делам, им какой-то там чувак с какими-то штуками, грубо говоря, за лампочкой, да? Им там идти дальше надо. Уличное выступление начинается с того, чтобы собрать публику, которая будет готова на него посмотреть. То есть, обычно как это делается? Ставится какая-нибудь коробочка, включается какая-то музыка, и вот чувакин начинает что-то делать. Ну и кто-то там шатался, денег бросил, потом ушел, да? Или вот это вообще полный трэш. Ходит человек с шапкой и вымогает бабло. Куда вы знаете? Пятеро вне там, пятеро вне там. Потому что это, ну, по какой степени надо себя не уважать, чтобы заниматься попрошайничеством, вместо того, чтобы заниматься творчеством? А? Про английскую историю. Позволь. Там совсем не так все происходит. Про Францию, наверное, да? Да. Да. Окей, смотрите. Как происходит уличное выступление так, чтобы... Уличное преступление. Классно. Уступление. Для того, чтобы его начать, нужно собрать зрителей. То есть, начинать выступление до того, как на тебя кто-то смотрит, опять-таки, это не уважать самого себя. Как собрать зрителей? Очень просто. Ходят люди. Подходишь к человеку и говоришь, знаете, у меня сейчас будет выступление с огнем. Я буду показывать свой талант. Хотите посмотреть? Пойдем. Стой вот здесь. Молодец. Спасибо. Стой. Отлично. Девушка, девушка, знаете, у нас сейчас выступление. Погодите, девушка, знаете, что я не знаю? Что вы с радостью не питаете? Странно. Манипуляция. Ну, уже готово. Поехали. Не обязательно они будут соглашаться. Кто-то говнится и не хочет ходить туда. Молодой человек, хотите посмотреть на огненный шоу? Давайте. Хорошо, пойдемте. И камера сзади. Сейчас мы остаемся. А теперь, ребята, ребята, встаньте. Вот так, как будто вы большие прям надуетесь. Можно только прям вот так за руки возьмитесь. Вот так за руки, да? Вот, отлично. Вот, смотрите. Ставите так 3-4 человека и смотрите, что происходит. Сейчас произошла только что позитивная манипуляция. Взяли каких-то людей, представив, что они вам не знакомы. И заставили их делать вот это. Что происходит? Все остальные, которые ходят вокруг, думают. Что происходит? Спасибо. Более того, как правило, когда вы выступаете, вот представьте, что вы типа стеночка, да? И тут ничего нет. Закрываете себе зад, да? И вы выступаете вот так. Соответственно, поток людей где-то там за их спинами. И тем, кто там вот так вот ходит. Им, блин, не видно, что тут происходит. Они начинают подходить, чтобы посмотреть. И они начинают подходить и подходить. И у вас образуется первая линия, потом вторая линия. Более того, если вы видите, что кто-то пришел и вот так вот стоит, а вы ему говорите, а вы не могли бы вот там встать? И он такой, не, 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 не. Ну, мы и фиг с ним, да? Подойдет следующее, вы попросите его сделать то же самое. Вот. И вот, например, они встают один за другим, и образуется одна линия, вторая линия, третья линия. И можно выработать, можно выступать. Спасибо всем, ребята. Спасибо. Хорошо. Похлопните моим лайнерам. И дальше смотрите, как развивается ваше шоу. Когда у вас есть первая линия, у вас уже есть зритель. Ваша задача не заложать до такой степени, чтобы они не разбежали. Но поскольку мы выступаем с огнем, это всегда привлекает внимание, это, в общем-то, работает. И это достаточно быстро, потому что реквизит проговорят быстро. То есть ваше шоу будет длиться, ну, не знаю, там, 10 минут вообще будет, отлично. Ваше шоу будет какое-то количество номеров. Когда вы построили первую линию людей, что вы делаете? Вы подходите, становитесь перед ними и говорите, «Здравствуйте!» Они делают так. Вы им говорите, так, давайте так не пойдет, давайте еще разок попробуем. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» Они им говорят, «Здравствуйте!» А потом подходит побольше людей, вы им говорите, «Здравствуйте!» Они им говорят, «Здравствуйте!» И все остальные опять-таки начинают думать, «Что за фигня?» То есть перед началом нашего шоу наша задача создать свою публику, собрать как можно больше людей. А потом вы им говорите, давайте проверим, как вы хлопаете. Ну-ка, сделайте вот так. Что-то так все, кто-то промахнулся, по-моему. Шутки, шутите над ними. Так, давайте еще разок попрофессиональнее. Соберитесь, ладошки приготовьте, покажите ладошки. Нет, так, так. Нет, я вижу, да. Есть ладошки? Есть, отлично. Супер. У всех есть ладошки. А теперь... Опять промахнулись. Внимание, соберитесь, все вместе. На 3-4. На 3-4, готовы? Сейчас на 3-4 будем делать вот это. Готовы, да? 3-4. Молодцы. Видите, видите, вы уже вовлекаете людей во что-то. Они сначала думали, что они, значит, какие-то лохи, да, не могут попасть ладошкой в ладошку, а потом они молодцы. А все остальные думают, что что-то там хлопает. Народ собирается, собирается, да. А потом вы когда видите, что много народу, образовалась одна линия, а за ней вторая линия, то есть между головами появилась еще голова. И вы можете первым голосом сказать, садитесь. Если вы достаточно убедительны, или там достаточно много народу, люди, ну, так вот, возьмут и все-таки, ну, как-то присядут. И что это значит? У вас появилась плюс одна линия, это значит плюс еще сколько-то человек оставит вам бабло. Потому что вам оставят бабло те, кто видели то, что вы делаете. Те, кто не видели, уйдут. И так вы собираете какое-то количество людей, вот они у вас уже там сидят. Для того, чтобы это делать, на самом деле, это самое сложное в уличном перформансе собрать людей. Вам для этого нужны шутки, прибаутки, трюки, всякие приколы. Какие-нибудь в вашей команде, если у вас несколько, должен быть какой-нибудь Ванечка-дурачок, который всех развлекает, да? Должно что-то происходить. И когда у вас есть эти зрители, то они все на тебя, да? Да, все на меня. Все, вон, а? Не, вон Ваня сидит. Ванечек, кто Ванечкой быть готов? Кажется, много такого, наверное. Я всегда Ванечка-дураю. Они все там сидят. А вот Ванечка. Окей, ребята, уже закончилось. Соберитесь, соберитесь. Сейчас закончим. Давайте, вставай. Страна моя родная. Я не встал. Итак, внимание. Вы собрали людей. Вы начинаете шоу. И вы разговариваете с ними. Нас дают вот так-то и так. Сегодня мы вам покажем вот то-то и то-то. Вы готовы это услышать? Да! Все отлично, молодцы. И дальше начинается шоу. Мочите. И через каждое вот это выступление вы говорите. Вам понравилось? Хотите еще? Да. И вы все это делаете. И самое последнее, что вы делаете. Самое вкусное. Самый классный трюк. Например. У вас есть чувак, который залазит на огромный двухметровый жираф. Это малоколесный велосипед такой, одноколесный, да? Залазит на него, одевается на голову пластиковый черный пакет. И жонглирует топором, факелом и, там, не знаю, буа-боль. Бензопилой. Да, при этом он одной ногой вот это вот делает на своем велосипеде, чтобы не упасть, вот это вот делает и жонглирует, да? Фак е! Это на самом деле самый популярный финал европейских шоу. Да, вот эти все английские бла-бла-бла, которые заставляют людей кидать деньги. Они в основном вот это делают. Они трепутся 45 минут и в конце, наконец, залазят на свой гребаный моноцикл и шонглируют вот эту фигню. То есть они фактически в жизни больше ничего не тренируют. Только бла-бла и вот это. И вот смотрите, не важно, что вы будете делать в конце, но это должно быть самое крутое, и вы это должны супер-круто продать, чтобы все остались до конца. Но, вот сейчас самое важное, перед тем, как это случится, вы должны наговорить им, что сейчас будет супер-мега-шоу, которое не видел вообще никто и никогда, и вы первые. И в этот момент вы говорите про бабки. До этого никакой шляпы, ничего не было. Никто ничего не вымогал. В идеале. И здесь вы говорите им про деньги. Вы им объясняете, что вы уличные артисты, что вы нигде не работаете, побираетесь, там, не знаю, работаете проститутками, может быть, не знаю, неважно. И вот вы пытаетесь выбраться из этой причины и, наконец, стать нормальными людьми. И вы, дорогие зрители, у вас есть шанс помочь нам, наконец-то, социализироваться. Сейчас, после того, как мы сделаем этот смертельный номер, мы попросим вас оставить деньги прямо... Так, у кого есть шляпы? Дай бисболку. Прямо вот в эту шляпу. Не расходитесь после выступления. Мы будем стоять здесь, ожидать вас с открытыми сердцами и объятиями. Кто принесет 100 рублей, тому достанется поцелуй. Кто принесет 1000, тому достанется... Можете показать на любую девушку. Из-за аудитории. Это трюк, который слышит здоровый парень. Так, внимание, да, и сейчас, после того, как мы сделаем этот замечательный трюк, у вас будет возможность отблагодарить нас, а нас облагодарить вас. Хорошо, если у вас какие-нибудь гребаные DVD или плакаты, еще что-нибудь есть, что вы можете забарыжить даже. Вот прямо так, high-level production. Ага. И после этого вы говорите спасибо, выполняете свой супер-крутой трюк и встаете и, честно, ждете денег. В идеале. В российских реалиях это может быть чуть-чуть по-другому. Может быть, придется все-таки подойти. Скорее всего. Не, если... В общем, вы поняли. Вот это к ответу на вопрос о том, как собираются деньги. Потому что если вы ходите и вымогаете, вы не артисты, вы попрошайки. Если вы делаете свою работу, и после того, как вы сделали работу, у зрителя появляется возможность ее оценить, поскольку-то, и вы говорите, оставляйте столько, сколько хотите, или хотя бы просто подойдите и сказать спасибо. Вот это по-честному. Если вам оставили мало, значит, шоу было говно. Если вам оставили нормально, значит, ну, круто. Если все ваши зрители были с вами от начала и до конца, их было много, значит, вы сделали классное шоу. Вот для того, чтобы это начало происходить именно так, для вас могут пройти многие годы, на самом деле. Ни один, ни два. И каждый раз, когда вы идете на улицу, это гораздо страшнее, чем вы едете на корпоратив или выступаете вот здесь на сцене. Потому что на улице вы никто. Звать вас никак. И, в общем-то, ваша история никому не интересна. Все эти люди не озабочены своей собственной жизнью. И тем более они не готовы давать вам какие-то деньги. Поэтому добиться чего-то на улице это реальная работа. И это такой опыт, который вы никогда не забудете. Я выступала на улице совсем немножко. Совсем чуть-чуть. Это было, ну, не знаю, в Индии, в Таиланде, в Питере, во Франции. И во Франции я танцевала на улице стриптиз. Так уж вышло. И это было очень круто, потому что сейчас я не боюсь танцевать стриптиз ни при каких обстоятельствах. После того, как танцевала их в каком-то курортном городке перед французскими семьями, бабушками, дедушками, кто-то орал «Закруйте детям глаза!» Более того, это был зомби-стриптиз. Так уж вышло, что в итоге я превращалась в зомби и сжирала мозги своему жертве своей. Если вам интересно, посмотрите видео. У меня в ВКонтакте есть. Оно называется «Зомби-стриптиз». И смотрите, наш мастер-класс почти подошел к отцу. И перед тем, как я скажу вам самое главное, я хочу делать небольшую рекламу. Я уже упомянула о том, что сейчас с вами разговаривал Джонни Бой, мой муж. И он является одним из лучших артистов, работающих в том числе с огнем, и уж точно одним из лучших уличных артистов во Франции. В эту среду выходит DVD-запись его последнего шоу, того самого, на котором он собрал 700 человек. И вот это на самом деле интересный показатель. Он собрал самую большую шляпу за историю своих выступлений. Как вы думаете, сколько там было бабла? Миллион. Не, вот реалистично. Просто подумайте, сколько можно, евро, сколько можно собрать денег в шляпу? Сот человек. То есть десять евро может. Десять тысяч евро. То есть каждый должен оставить, поскольку хотя бы по сто... Не, по десять. Семьсот. По двадцать евро. Ну, где-то так, да. Ты бы оставил? Двадцать евро? Да. Если вот, то торкнуло, да? Ну да, тысячу можно оставить. Пятьсот евро. Пятьсот. Пятьсот евро собрал. Ты угадал. Сейчас во Франции происходит экономический кризис. Люди теряют работу. Артисты теряют субсидии. Там есть такая тема, что государство оплачивает уличным артистам некоторым их работу. Во Франции перестали люди выступать, потому что вообще без массы. Они едут выступать в Россию. Вы не поверите. Мои французские знакомые уличные артисты выступают в Самаре, в Санкт-Петербурге. Вот, может быть, до Владивостока кто-нибудь даёт. Потому что во Франции нечего ловить. И у него, тем не менее, получилось собрать пятьсот евро. Это вообще супер. Молодец. И вот он публикует DVD этого шоу с русскими субтитрами. И я предлагаю вам в качестве вашего личного образования посмотреть этот DVD. И это не бесплатно. Чё почём? Чё почём? Так, если не ошибаюсь... Не, пятьсот евро это для личного присутствующего. Вот ваше евро, товарищи. Ваше евро. Я не буду сейчас вам говорить сколько. Пусть будет интрига. Вы можете написать мне вконтакте или зайти на сайт zapjohn.com и там вы увидите описание того, как получить доступ к этому видео. Более того, кто вообще молодец, если вы меня все попросите, хорошенько, я не просто, то есть, не просто можно это видео посмотреть, но ещё и получить объяснение того, что там происходит. Типа, где у нас сбор людей, где у нас вступление, основная часть, финальный трюк. Вы сможете сами всё это увидеть, но вы можете... Напишите мне вконтакте, я напишу вам пояснение о том, что там происходило. Итак, это была пятиминутка рекламы, а сейчас я хочу сказать вам самое главное. Вы готовы услышать это? Да! Молодец! Спасибо вам всем большое за участие в этом мастер-классе. Спасибо!